Здравствуйте! В эфире программа «Мир впечатлений». С вами Елена Шпис. Ну а в гостях у нас сегодня легендарный путешественник, ученый-математик Дмитрий Шпаров. Также хочу представить своего сегодняшнего приглашенного, сведущего, молодого альпиниста, тоже, кстати говоря, ученого-биолога, Сергея Шпиза. Дмитрий Игоревич, честно вам признаюсь, когда Сергей узнал, что сегодня вы будете в гостях в нашей программе, он просто сказал, что не простит меня, если не поучаствует в нашем сегодняшнем разговоре, потому что на самом деле ваши подвиги, они очень живы в памяти тех людей, которые ходили в путешествия там и 20 лет назад, и самое главное, что они безумно интересны тем людям, которые отправляются в экспедиции сейчас. Всем очень хочется знать подробности вашего опыта, какие-то испытания, через которые вам удалось преодолеть, потому что, наверное, сегодня что-то сложнее, что-то проще, в силу того, что многое меняется к лучшему, а что-то, может быть, меняется и к худшему. Поэтому, знаете, я, наверное, предоставлю все-таки Сергею право задать вам первый вопрос сегодня, потому что действительно, как говорится, путешественник, путешественника всегда поймет лучше, и, наверное, это просто справедливо. Ну что ж, тебе слава, Серега. Мне, наверное, в качестве первого вопроса очень интересно действительно, насколько отличается сложность организации таких... Вот для меня вы в первую очередь, ну не в первую, конечно, очередь, но человек, который в состоянии не просто совершать серьезные путешествия, а человек, который в состоянии организовать серьезные путешествия. — Экспедицию. — Организовать экспедицию, сделать возможным это путешествие и для себя, и для большого количества других людей. Потому что совершить подобные экспедиции – это подвиг. И людей, тем не менее способных на этот подвиг, несколько больше, чем людей, которые в состоянии в одной точке собрать, и людей, которые физически это могут, организовать средства, сделать эту ситуацию возможным. И вот в этом ключе, наверное, очень интересно было бы спросить, насколько отличаются возможности тогда и сейчас, например. Может быть, в чем принципиальная разница между лидером, организатором и участником? Сергей, слушайте, сейчас мы хотим совершить путешествие. Мы, наш клуб, у меня Матвей, младший сын, Матвей Шпаров, он сейчас такой действующий путешественник. Он такой действующий, такой знаменитый, как был я. Да, значит, ну, сколько там, 30 лет назад, 35 лет назад. Ну вот, и вот, значит, команда во главе с Матвеем собирается пройти на лыжах от побережья Антарктиды до Южного полюса. Все-таки Южный полюс, я знаю. Вот, а команда, она такая, что в ней один парень не может по жизни ходить. Он прикован к инвалидному креслу, и вот на этом ледяном панцире на куполе Антарктиды он должен идти в официальном снаряде, поставленном на лыжах, отталкивать с лыжными палками. Подъем небольшой к Южному полюсу от побережья, почти незаметный. Подъем все-таки есть. Но таким образом, вот он должен идти. Значит, они должны идти около 1000 километров, и они должны идти 3 месяца. Вот мы считаем, что это совершенно пахальное путешествие. Мы абсолютно уверены, что оно состоится. Но, тем не менее, значит, вот мы его уже пытаемся подготовить 4 года, и у нас ничего не получается. Значит, 22 апреля мы получили одобрение этого проекта от Владимира Владимировича Путина. Значит, отдали ему при встрече письмо, на котором Владимир Владимирович написал своему помощнику, Игорь Евгеньевичу Левитину, поддержите. Мы были уверены, что после этого, в эту осень, а нужно идти стартовать 15 ноября, что мы пойдем. Нет, мы не пошли. Путешествие довольно дорогое, денег мы найти не можем, спонсоров найти не можем. А тем, вы понимаете, как организации способности очень хорошие, но трудно все это получается. И тогда было трудно, и сейчас было трудно. Конечно, вот в советские времена. Значит, мы шли к Северному полюсу в 1979 году. Конечно, тогда трудность была совсем другая. Тогда трудность была политическая. Нас не выпускали за пределы железного занавеса. Так же, как наши альпинисты не ходили на Эверест. Они в 1979 году не ходили на Эверест. Они пошли позже. Они, кстати, пошли после того, как мы на лыжах дошли до Северного полюса. Наши их смены не плавали вокруг Земли. Ни одного их смены так в ту пору не было. Я помню, как год за годом какие-то их смены из Николаева, советский город, из Ростова-на-Дону, значит, они пробивали разрешение пойти на яхте вокруг света. Были хорошие смены. Были построены своими руками нормальные яхты, на которых можно было плыть. Им никто не разрешал, потому что если ты находишься где-то там в Мировом океане или вот в Северном ледовитом океане, на лыжах, как мы хотели идти, то непонятно, кто за тебя будет отвечать. Значит, что делать с тобой, если что-то с тобой случится? То есть, все попросту боялись и разрешения не давали. И ты эту границу пересечь не мог. Ну вот, теперь ты пересечь границу можешь, но, конечно, принципиальные трудности равно остаются. Должна быть мощная команда, если ты задумал что-то такое сделать, то действительно должен быть абсолютно уверен, что ты это сделать можешь. Ну и в случае Антарктиды это бешеные деньги. Значит, вот коммерческая прогулка на Северный полюс по нынешним временам стоит, я не знаю, там 30 тысяч евро. А коммерческая прогулка на Южный полюс, вы очень хорошо, Сергей, знаете, сколько стоит коммерческая прогулка на Эверест. Сколько надо заплатить, чтобы попасть вместе с насильщиками на Эверест? Без гарантии, что ты поднимешь и без гарантии, что ты останешься живым. Ну, плюс-минус 50. Нет, побольше. Я думаю, что от 60. Да, вот 60-70 тысяч евро. Ну, вот с Антарктиды, значит, 70-80. А вот я правильно понимаю просто, что в советские времена главное было получить разрешение, а после этого вопрос как бы бюджета уже, в общем-то, не стоял. Что если разрешение получено, то возможности были где-то и больше. Нет, ну, конечно, это не так, понимаете, потому что, ну, когда их смены строили свою яхту, понятно, что они строили, вот я сейчас о них упомянул, понятно, что они строили яхту за свой счет. И когда они хотели плыть на своей яхте вокруг света, я думаю, что они рассуждали очень просто. Значит, вот я живу в городе Николаеве, кругом у меня там колхозы, у меня есть мама, бабушка, папа, значит, у них есть масса всяких там яичек, курочек там и так далее. Вот мы накопим, значит, сделаем специальное питание, все это питание с собой возьмем, и никаких нам средств особо и не нужно. Значит, туризм в то время, в советское время, страна огромная, но туризм был крайне дешевый. Почему туризм был очень популярен? Вот я вот поступил в университет, я поступил в университет, значит, в 58-м году. Вот в университете на Мехмате занимались туризмом или альпинизмом буквально все. Значит, почему? Потому что это были самые дешевые виды спорта. Продукты были дешевые. Снаряжение? А снаряжения никакого не было, мой дорогой. Индустрия снаряжения, это вот понимаешь, это уже завоевание сегодняшнего дня. Сегодня дорого. А что, лыжи тогда дорого стоили? Ватник дорого стоил? Значит, валенки дорого стоили? Все это было, это вообще ничего не стоило? Каландр. Каландр появился, когда вот мы шли к Северному полю в 79-м году, действительно появился каландр. И действительно мы его искали. Я помню прекрасно, когда я ходил, договаривался там с генеральным директором на улице Тимура Гайдара, значит, на Красную Зарю и просил, чтобы нам дали там первый квадратный метр этого каландра для того, чтобы сделать какие-то там курки для спортивных тренировок на Севере. Значит, а чуть-чуть раньше, когда я учился в университете, в 50-х, 60-х годах, там никаких каландров не было. Все было крайне примитивно. Сейчас вот Матвей и Борис, я упомянул Матвея Шпарова и Борис Молин. Это вот два, с моей точки зрения, сейчас самых знаменитых полярных путешественников на всей Земле. Семь лет тому назад, когда они шли к полярной ночи на лыжи к Северному полюсу, это значит, с 22 декабря по 14 марта, темно. Семь лет тому, это темно, полярная ночь. И самое холодное время. Значит, тут у них было снаряжение, у них были лучшие ботинки, лучшие анарати, лучшее термобелье, лучшие лыжи. Все это было лучше. Ну, и это были норвежские фирмы и американские фирмы. И это действительно дорогое снаряжение. Но по сравнению с авиабиспечением, все равно это мелочь. И потом, понимаете, когда ты отправляешь такое путешествие, то фирма, которая хочет тебе дать какие-то замечательные очки, или какие-то замечательные часы, или какие-то замечательные лыжи, скорее всего, она тебе даст бесплатно. Поэтому тут денег не нужно. Ну, в такой ситуации, конечно, когда это уже очень заслуженные люди, которых знают и у которых есть. Сейчас, на самом деле, реально же, на самом деле, спонсируемых спортсменов гораздо шире этот круг. И люди, на самом деле, ходят, ну, понятно, что, наверное... Ну, ты про розового говоришь, которого, Red Bull, да? Ну, почему? Ну, почему? Сейчас очень много есть альпинистов, как бы, красноярских, которые неплохо спонсируются, питерских альпинистов, которые неплохо спонсируются, туристы, опять-таки, да? То есть, ребята, как бы, их поддерживают, да? На разных этапах, ну, в разной степени. То есть, я так понимаю, что по сравнению, может быть, с советскими временами, у них как раз какие-то возможности и появляются. Да, то есть, ну, для... Ну, сейчас, например, здорово, вы, наверное, знаете, ребята из турклуба Маишного на кайтах пересекли Гренландию. Да, там, ну, такой, как бы, красивый достаточно проект. Их довольно много людей поддерживает. Вот. То есть, в принципе, ну, возможности-то есть некоторые для этого. Нет, ну, подожди, для того, чтобы 80 ночей идти к Северному полюсу, это же огромная организационная работа. Это же сколько людей должны были следить, наблюдать, да, чтобы, если что, случиться, чтобы прийти на помощь. Это же организовать вот это, мне кажется, очень сложно, ситуацию. Нет, ну, тут мы отвлеклись от вопроса, который задал Сергей, очень хороший. Прошу прощения. Я гораздо пытался сравнить, но и сказал, что трудность остается в наше время тоже. То есть, финансирование. И, несмотря на, вот, помощь президента, пока нам и не остается сдвинуть этот мертвый вопрос. То есть, несмотря на все ваши заслуги, как бы, да, и казалось бы, что... А как вам кажется, почему, вот что мешает, как-то, что могло бы помочь, скажем так, вам в этой ситуации? Ну, надо, чтобы нашелся какой-то человек, который поймет, что это путешествие замечательное, что оно эпохальное, что оно принесет славу России. Слава России сейчас, я думаю, очень нужна. Международный проект, абсолютно социальный, потому что мы показываем, что может человек, который прикован к гумалиному креслу. Такую экспедицию могут сделать только русские, значит, без всякой похвальбы, с максимальной скромностью могу сказать, что мы, может, только это сделать больше никто вообще. Ну, это даже сомнений нет никаких. Вы сейчас, Сергей, упомянули, вот, насчет экспедиции ребят из МАИ, вот, классная экспедиция, конечно, очень красивая, но, вот, команда Матвеев в 2000 году пересекла Гренландию 645 километров, 43 дня, и один из них был, опять-таки, вот, парень на инвалидном снаряде, на лыжах. Они использовали лыжные палки и использовали транспортные парашюты, когда ветер со спины дует, держится. Ну, это какой-то вариант упрощенной кайта, да? Да. Я была, знаете, какой вопрос хотел задать? Ну, только не всегда попутный ветер. Ну, кайт против ветра может идти. Правильно. А вот этот парашют – нет. Вот там должен быть, вот, створ, там, я не знаю, ну, 60 градусов максимум. Попутный ветер с точностью до 30 градусов. Ну, понятно. Дмитрий Игоревич, можно я задам вам вопрос? Все-таки я как ведущий. Дело в том, что вот часто бывает, что в экспедициях, особенно в сложных, людей вообще оставляют, которые, допустим, мешают, да? То есть, это примеры такие, мы знаем, и в американских экспедициях и так далее. Когда люди борются за свою жизнь, да, они периодически могут, может быть, где-то предать, где-то оставить человека, у которого проблемы. А тут получается такой героизм, что люди заведомо берут с собой человека, у которого проблемы. То есть, они заведомо говорят о том, да, что это такая команда, которая не способна предать, то есть, которой невозможно бросить человека. Ну, мы знаем примеры, правильно же? Есть же экспедиции, когда людей бросали, и потом об этом. То есть, получается, что это еще и пример, да, заведомо командного путешествия, где такое невозможно. То есть, мы же говорим... Я не думаю, что людей, чего имеет Лена, когда говорит, что бросали людей? Нет, ну вот, когда, допустим, различные экспедиции, естественно, не наши, не российские, да, но говорят... То есть, много разных историй, драматичных достаточно, когда люди оставляли, то есть, чтобы спасти себе жизнь. Ну, как бы... Ну, да, может быть, это какие-то вынужденные обстоятельства. Ну, конечно, нет, естественно, я ни в коем случае не хочу сказать, что это было осознанно. Люди, там, спасая свою жизнь, да, могли пожертвовать жизнью. Я думаю, что, да, Лена говорит... О нравственном таком. Много, да, говорят об всяких этих случаях на Эвересте, да, и даже не столько людей, да, что люди оставляли... Ну, кто-то не может, там, идти по каким-то причинам. Понятно, что никакой возможности на такой высоте спускать человека нет, люди спасают свою жизнь, они уходят. Вот, но были случаи, когда, например, другая экспедиция, которая шла наверх, да, имела возможность, например, спасти жизнь человека, пожертвовав своим восхождением, да, например. То есть, они, как бы, выбор стоял, то есть, или совершить свое восхождение, или помочь, там, человеку, который из другой, да, там, страны, неважно, экспедиции, да, и спустя... Ну, вот какие-то такие истории, ну, и есть такие, я тоже слышал о них. Да, красивые истории, когда... Ну, некрасивые истории, да. То есть, нет, они не жертвовали своим восхождением, то в чем дело. Да, проходили мимо, соответственно. Они проходили мимо, вот что. Понятно. По-моему, в правилах советского альпинизма было все-таки участвовать в спасработах и отказываться от своего восхождения. В советском альпинизме, конечно. А я и пытаюсь говорить сейчас о том, что у вас другое... Но мировая практика знает примеры, ну, другие, да, что люди идут, они, как бы... Ну, исходит из того, что каждый сам знал, куда шел, да, то есть, человек знал, куда он шел, он знал, что он рискует своей жизнью, он принял это решение, и мы не обязаны нести ответственность за его решение. Тем более, сколько денег. Если мы сейчас подняли вопрос, сколько денег стоит вообще участие в подобной экспедиции, и вот у них вопрос, да, то есть, они заплатили деньги, они видят эту вершину. Это моральный вопрос. Вот, но это очень важный вопрос, согласитесь, и он очень часто встает в экспедициях, я думаю, что... Очень, очень, да. Серег, ну, вот скажи, вот на своем примере бывало, бывали у тебя же наверняка тоже ситуации, когда вставали сложные какие-то моменты, вопросы... Нет, ну, слава тебе Богу, у меня никогда не было вопросов. Ну, не таких, естественно, я и даже не... Ну, такого выбора сложные ситуации бывают разные, ну, слава Богу, это не очень часто случается, иначе действительно как-то печально бывает. У вас бывали же такие ситуации? Нет, ну, вот мы все-таки как, год за годом, уже 8 лет, да, 7 или 8, организуем в апреле путешествие молодых ребят к Северному полюсу от станции Борнео. Ну, и все-таки, наверное, года 3 тому назад был у нас, что на маршруте паренек, он был с Башкирием, у него, значит, вот здесь вот, они идут 7 дней всего, вот, но какая-то болячка, если начинается, то надо все равно оценивать, что за болячка. И вот у него, значит, сдулся до щути огромный Чири, вот, ну, и если бы он там был на попе, прошу прощения, то, может, было бы все и ничего, а, значит, вот все Чири, которые здесь в области головы, считаются вообще неприятными и опасными, потому что близко, значит, к мозгу, к голове, ну, и был разговор на счет того, что его надо вывозить на вертолете. А вертолеты стоят на Борнео, это, в общем, полчаса полета, и это предусмотренная мера безопасности, иначе с этими детьми 16-18 лет, конечно, никто не имеет права идти, надо обеспечить их безопасность. Ну, вот, это был такой норматический момент, потому что он не хотел, все дети не хотели, ну, и вот такой, в общем, был некий баланс ответственности и желание, чтобы финишировалось столько, сколько стартовало. Стартовало. Нет, а чем же в итоге-то? Не-не-не, его не сняли. То есть, все-таки преодолели? Да-да-да, он пошел, все были счастливы. Ну, я на маршруте не был, а то на маршруте были, опять же, те же самые два руководителя Матвея и Борис, но я с ними был на телефонной связи, в общем, все это обсуждали, и люди с Борнео в этом обсуждении тоже принимали участие, то есть, в общем, как-то все прослеживали. Ну, вот у нас был переход на лыжах СССР в Северный полюс, Канада, это 88-й год, значит, четверо канадцев и девять советских. Было в экспедиции два врача, причем были классные врачи, значит, Макс Бакстон, это канадец, и Миша Малахов, значит, по нынешним временам герой России, который получил за выдающееся полярное путешествие звание героя, и он кандидат медицинских наук, тоже выпускник Рязанского медицинского института, хороший очень врач, полевой врач, очень умный хирург, ну, и один из канадцев, Лори Декстер, сильно довольно заболел, но с ним было все просто, он просто заболел, плохо себя чувствовал, там, лечили его и так далее. А второй канадец, именно врач канадский Макс Бакстон, он отморозил себе пальцы на ноге, при этом никому ничего не сказал, и шел, значит, с отмороженными пальцами две недели. Ну, и потом, значит, когда уже началась там, в общем, почти гангрена, он об этом сказал. Ну, все были в панике полной, но была хорошая аптечка, мы все Макса полностью разгрузили, у него не осталось там ни килограмма, а рюкзаки были тяжелые, по 50 килограмм, все у него забрали, всячески старались его более облегчить, и мази, и какие-то лекарства внутрь, но из Москвы мы получили совершенно жесткую депешу, потому что, поскольку была экспедиция международная, это была поздняя перестройка, и как-то, в общем, с этой экспедицией много связывалось всяких политических моментов, значит, при Минздраве был специальный комитет, который следил, значит, за здоровьем участников, нам пришла телеграмма, что, значит, вот за Максом вылетает вертолет, и мы его, значит, снимаем. Не хотелось его отправлять, вот точно так, как не хотелось ребятам отправлять этого башкира с флюсом, не с флюсом, а с нарывами. Слушайте, врач, который все знал, который понимал, что с ним будет происходить, так хотел идти с вами, что готов был пальцем пожертвовать? Нет, пальцем пожертвовать – это ерунда, нет, понимаешь, как… Чего себе? Нет, ну, как все знают истории, когда, значит, пальцем пальцы выбрасываются, это альпинистская классика. Ну, как-то очень так и неприятно. Ну, сколько прочее, но здесь шла не о том, что ты потеряешь палец, а речь шла о том, что если начнется гангрена, то может начаться заражение крови. Вот чего люди боятся. Ну вот, поэтому все, конечно, было серьезно. Но был Миша Малахов и был Макс Бакстон. Это два врача, которые должны были оценивать ситуацию. Они сказали, что вызывать вертолет не надо, мы его лечим, мы контролируем положение. Вот я был начальник экспедиции. Значит, на кого я должен был опираться? Я мог перестраховываться и сказать, да, присылайте вертолет. Значит, более того, мы решили, что если приедет вертолет, мы вообще постараемся во льдах раствориться. Вертолет не будет нас долго искать, потому что у вертолета достаточно мало горючего с собой. Мы спрячем его. Но прежде чем принять вот такое, может быть, немножко монтюристическое решение, не его спрячем, а сами спрячемся. Значит, мы направили туда, в Москву, официальную телеграмму, что я беру на себя полную ответственность. Ну и парень остался. И мы дошли. И его встретила на острове World Hunt, на канадском арктическом меропиладе, его невеста Нэнси. Потом мы были у них на свадьбе ватая. Ну все, сохранили ноги, пальцы, как вообще? Да это не без значения. Сохранился палец, не сохранился. Жизнь сохранилась. Пол пальчика потеряется, это не очень страшно. К этому на самом деле... Сергей знает это. Ну я знаю. Слава Богу, не по своему опыту, но знаю. Я бы не хотел, чтобы пришлось через такую практику. Вот вопрос у меня есть, кстати, здесь уже, коль мы заговорили, об ответственности и вообще. Вот вы очень много делаете для того, чтобы новые поколения интересовались туризмом в ваших лагерях. Дети знакомятся с симпатичными сторонами туризма. Они там сплавляются, они в Крыму уходят, путешествуют. Но вот такие вот путешествия, которые некоммерческие, которые именно направлены на то, чтобы побывать действительно в интересных местах, они сопряжены с определенными опасностями. Мы все это понимаем. И здесь речь идет не только о потерянных полупальчике. Мы здесь рискуем своей жизнью и здоровьем. И вот здесь очень на самом деле сложный вопрос, когда мы идем сами. То есть если я принимаю решение, что я взрослый человек, совершеннолетний, я хочу лезть туда. Вот хочу так, со страховкой, хочу без страховки, вот лезу и принимаю эту ответственность на себя. А другое дело, когда я, например, пропагандирую это другим людям. Когда я кого-то пользуюсь какими-то своими возможностями, не знаю, своей харизмой, еще чем-то, привлекаю их в это. Когда я развиваю все среди детей. То есть привлекая людей в такой вроде бы интересный, но опасный мир, встает вопрос некоторой ответственности. Не чувствуете ли вы какой-то ответственности? Я бы сказала страха. Не чувствуете ли вы страха за этих детей, когда вы их берете под свое ответственность? Многие из них же потом пойдут с шестерки, да, горные. Ну да, но дело в том, что мы все время находимся в состоянии некой такой вот опасности, да, в городе. Но дело когда за себя, другое дело за другого. Не-не, в городе, в городе все дети все время находятся в опасности. Они едут вместе с родителями в машине, и это опасно. Ледят на самолете, это тоже опасно. Все это очень относительно. Совсем недавно, значит, мне звонили из какой-то нашей крупной газеты и спрашивали, чтобы я прокомментировал. Президент Юнгушетий прыгнул вместе с своим сыном, пятилетним, на парашюте. Ну и как вообще? Это хорошо или плохо? Я сказал, что я этого человека безумно уважаю вообще просто как личность, а вот за этот конкретный поступок тоже уважаю, потому что, ну да, действительно, когда ты прыгаешь на парашюте, есть определенный риск. Его никуда не денешь. Он существует. У меня есть близкий друг, у которого чудесный совершенно мальчик, 14 лет, талантливый, шахматист, значит, прыгал на парашюте, парашюте не раскрылся, и мальчик погиб. Это было вот не сегодня, не вчера, это было там 30 лет тому назад, но это, конечно, случай, который для меня навсегда запомнился, и после этого я стал считать, и уже никто меня не переубедит, что это опасный вид спорта. Но все всегда знали, что это опасный вид спорта, но дело в том, что там опасность минимальная, и, наверное, сейчас в наши времена она еще более минимальная, еще меньше, чем тогда вот 30 лет тому назад. Хотя я думал, что и тогда прыжки из парашюта были абсолютно безопасны, иначе детям не разрешали бы прыгать на парашюте, правда, да? Между прочим, женщины стоят. Нельзя же разрешать делать что-то, где велика, велик риск. Ну вот, но я жму этому человеку руку, мне кажется, что здорово, что он взял с собой ребенка вот на парашюте и прыгнул. Значит, когда дети отправляются в наши путешествия, мы стараемся всеми возможностями, которые только есть, снизить риск. У нас хорошее снаряжение, у нас отличное, новое снаряжение, у нас отличные инструктора. Значит, у нас там есть маршрутная комиссия, вот если говорить про Карелию, которую возглавляет очень умный человек. Значит, там, в общем, невозможно пойти в путешествия людям, которым это путешествие не по силам. Единичка, двоечка, иногда даже троечка там на территории рядом Мурманской области, там, с Волоком там и так далее. Но все это вот доступно тем людям, которые идут. То есть, это все так, как полагается спортивным туризмом. Но это та роскошь, которую детей лишать нельзя. Нельзя. Наоборот. Им надо эту роскошь показывать, что это в самом деле в жизни существует. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Боже, сохрани. Нельзя заставлять ребенка путешествовать, если ему это не нравится. Но нельзя лишать его этого, если он хочет. Но если ребенку это нравится, и он хочет совершенствовать, и он хочет стать вот таким настоящим туристом, ну, здорово, мы ему открываем первые возможности, он делает первые шаги под нашей опекой. Ну, вот у нас ладер в Корее решили, чтобы 15 лет. Ну, слава богу, никаких у нас все-таки происшествий за это время не было. И более того, вот вы знаете, у меня такое ощущение, когда ко мне приходит мама и говорит, вот у меня есть какие-то медицинские противопоказания. Там 8 пунктов, по которым мы детей не берем. Ну, например, припадок эпилепсии. Если человек болен эпилепсией, то идти в поход нельзя. Потому что может вот что-то случиться так, что ему оказать помощь нельзя, и вот, значит, летальный исход. И вот приходит мама и говорит, да, у нас вот есть диагноз эпилепсии, но уже 5 лет не было ни одного приступа. Вот врач говорит, что уже он как бы вот тот период, связанный, может быть, с какими-то возрастными изменениями в организме, он прошел, и сейчас все нормально. Ну, возьмите его, пожалуйста. Вот она начинает мне приводить какие-то мощные медицинские аргументы. И я думаю, да, с разными оговорками, предупредив инструктора, предупредив начальника ладеря, оказывает ему у ребенка дополнительное внимание, пусть он будет под каким-то более пристальным наблюдением, но давайте мы этого мальчика возьмем. Ну, мы его берем. И там все оказывается, все хорошо. Дело в том, что там во время путешествий все-таки, как правило, может быть, есть какие-то исключения. Вот нельзя дать голову на отсечение, но, как правило, в этих путешествиях открываются все-таки какие-то дополнительные резервы у человечка. И те болячки, которые у него, может быть, дома проявляются, может быть, они здесь и не так сильно проявляются. Поэтому мне хочется этого ребенка. Или мама приходит и говорит, вот у него, значит, поставлена здесь вместо, чуть ли не вместо позвоночника, значит, какая-то там титановая трубка. Значит, вот ему нельзя то-то-то. Но он мечтает. Он хочет. Понимаете, это для него, понимаете, не просто вот мечта. Это больше, чем мечта. Это вот для него как бы жизнь. Вот попасть в осладе. Ну, и как этой маме не пойти навстречу? Да, действительно, ты должен взять на себя какой-то дополнительный риск. Да, ты должен поставить начальника ладеря в сложное положение. Да, начальнику ладеря гораздо проще, если мальчик не приедет. Ну, а если не мы, тогда кто? Как вот говорят здесь сейчас все. Хоть неприятно повторять эти шаблонные слова, но в самом деле. Как же ему все это не дать этой возможности? Ну, обидно. Ну, я думаю, что это очень спорная моя позиция. Я думаю, что очень многие профессионалы со мной не согласятся. Вот вы как-то в одном интервью с вами сказали, что больше всего жизни вы испугались, когда Матвей под велет провалился. Не Матвей, а другой сын, насколько я помню. Ну, неважно. Один из релет провалился под велет. Да, как раз. И вот после этого вы, ну, вы как-то вот изменилось ваше отношение вот к этому? К опасности. Ну, я вижу, что нет. Нет, нет. Мое отношение к этому не изменилось. Знаете, вот вы профессиональный, или почти профессиональный, не знаю, насколько профессиональный. Значит, вы альпинист. Вот Матвей водил команду в 2002 году на Макинли. Это вершина Аляски. В Америке самая высокая, считается. 6194 метра. Вот. Но она суровая, потому что она не за полярным кругом, но она все равно рядом с полярным кругом там очень холодно. Там реальные морозы большие. Во время экспедиции Матвея там минус 35 было. Вот они поднимались. У них в команде было два колясочника. Вот технология совсем другая. Не та технология, когда люди вот идут по Гренландии или по Антарктиде, о чем я вот говорил, когда толкаются лыжными палками. Здесь альпинисты. Их было два инвалида, и было 9 альпинистов. Значит, мы считали так, Сергей, что есть начальник, один человек, значит, и если что-то с инвалидом на большой высоте, на 5-6 тысяч метров, что случится, для того, чтобы его транспортировать назад, должно быть 4 человека. Нас в этом обучили настоящие альпинисты. Поэтому мы считали, что на каждого из наших колясочников должно быть 4 классных парня. Ничего себе. Ну вот мы сейчас носили на спасработах ребят посыпухи, скажем, одного человека, скажем, если нас 6 человек его несут, и как бы в одну смену они его нести как бы не могут, на самом деле. А сколько надо? Ну, то есть надо хотя бы минимум 2, а лучше 3 смены. То есть в спасработах человек там ломает себе ногу, а вот чтобы его спустить оттуда, нужно много людей. То есть вчетвером спустить человека с макинник, ну там снег, конечно, там попроще. Не, ну понимаете как же, не надо понимать буквально, что спустить с макинник под ножью. Там рейнджеры прилетают на своих маленьких самолетах, на вертолетах под век. При нас там вертолет зависает, опускается, значит, корзины, к этой корзине привязывают, значит, по каким-то причинам распластавшегося альпиниста, этот вертолет его поднимает, он в горизонтальном положении, он не может сесть в корзину. И этот, значит, вертолет быстренько улетает туда, в Талкидну, значит, на высоту 2000 метров, где ему оказывают помощь, где его на самолете отправляют там в Сиэттл. Иван Карич, я не знаю куда. Ну так вот, неважно, значит, в экспедиции было 11 человек. И вот я сейчас, как тебя потерял нить-то, о чем мы с вами говорили? А вы проговорили про технологию движения, то есть про то, что она сильно отличается от антарктического движения, что в горах она иная. Ну да, это правильно. То есть техника другая? Значит, ребята, альпинисты, двуноиды. Прокладывают? Нет, ничего не прокладывают. Они делают на подъеме, они делают станции, на веревках. Основная веревка спасательная, страховая. Перельная и страховая. Да, перельная и страховая, совершенно верно. И ребята, у них в руках жумар. Это жумар, это такое устройство, через которое веревка двигается только в одну сторону. Обратного хода нет. Значит, и вот ребята с жумаром вот так себя подтягивают. То есть, грубо говоря, если бы не было жумара, вот есть веревка, я вот так вот ее перехватываю и таким образом руками подтягиваю себя и двигаюсь вот по высоту, там, я не знаю, 30 градусов, даже 45 градусов можно двигаться. Там был один дикий кулуар, там был, может быть, даже более крутой подъем, чем 45 градусов. Ну вот, значит, таковая технология. Но все-таки я забыл, зачем я стал говорить про Макинли. Мы как-то утеряли, значит, линию разговора. Вы сначала говорили про... Решила именно о технологии вот такого командного движения, что оно принципиально отличалось от других, что вот температурный режим и другое, что там очень холодно, и Матвей как бы попал в очень сложные условия из-за этого. До этого мы говорили об ответственности, да, и я спрашивал, не поменялось ли ваше отношение к этому, после того, как вы попали. А, да, совершенно верно, большое спасибо. И вот, значит, вот перед этим путешествием на Макинли, оно, на самом деле, тяжелое. Вот, и моральная ответственность большая. Значит, вот эти двое парней, один был, значит, Игорь Ушаков из Курска и Григорий Сарьков из Башкирии. Вот эти два колясочек, эти два спинальника, значит, классные ребята, но они должны были подняться. У нас было такое правило в этой экспедиции, что никто не должен был забегать вперед их из-за этих классных альпинистов. А в команде Матвея были альпинисты, там, мастера спорта, заслуженные мастера спорта, сборные, ребята, которые поднимались на 8 тысячи, и они, большинство из них на Матине не были. И человек, который попадает в ситуацию, когда можно вот забежать на Макинли, человек не может стерпеть, он обязательно на Макинли забегает. А мы договорились до старта, что никто на Макинли не забегает, потому что наша цель – не забегать на Макинли, кто сможет, а забегать вместе с нашими двумя колясочниками. Это была бы, на самом деле, очень большая моральная проблема, которую, на самом деле, может оценить только альпинист. По этому поводу, значит, написана книга. Не буду сейчас по этому поводу говорить, но... Ничего не буду говорить, но перед этой экспедицией Матвей подошел ко мне и сказал, пап, значит, мы хотим без колясочников устроить тренировку зимой на пяти Ленина. Это вообще что-то очень экстремальное. Я говорю, когда зимой? Экстремальное. Когда зимой? Он говорит, вот в феврале. Значит, вот на пик Ленина поднимаются тысячи людей. Сотни, по крайней мере. Ну, несколько человек каждый год летом. Несколько человек каждый год, да. Но в феврале, к тому времени, когда это было, они поднимались в феврале 2002 года. Мы начитали всего девять человек, которые в феврале поднимались на пик Ленина. И он ко мне подходит. А Матвей не профессиональный альпинист. Он начальник этой экспедиции, но у него были хорошие заместители по альпинизму. И он мне говорит, ну, я рот раскрыл. Это вот вы меня спрашиваете, изменилось ли мое отношение после того, как в тяжелое положение в Берингово-Ролее попал Недита. А что я ему должен был сказать? Матвей, не надо. Что это слишком сложно. Я ему так не сказал. Я говорю, давай, Матвей, это классно. Это хорошая тренировка. Если вы пройдете, вы в феврале подниметесь на пик Ленина, то вы в мае, когда вы пойдете на Матинле, вы будете себя чувствовать гораздо увереннее. Это будет очень сильный запас. Это будет более сильный запас, чем то, что у вас будут куртки не этой фирмы, а вот этой фирмы. Это более сильный запас, потому что это сильный моральный запас. Вы увидите, ты на феврале, на пиде Ленина поймешь, кто из твоей команды стоит того, чтобы подниматься на Матинле. И не забегать вперед у инвалидов. А сдержать себя. А это же тяжело. Как, наверное, да, вообще, Серега? Сдержать себя неизбежно на Матинле? Это невозможно, по-видимому. Ну, конечно, невозможно. Так вот. И они пошли. И вот, значит, они поднимались в середине. И они поднялись. Но не все поднялись. Матвей не поднялся. Они там на пяти тысячах застряли. И, значит, пока все остальные ребята дошли, то Матвей и доктор Соболев, который тоже как врач поднимался на Матинле, они вдвоем отсиделись и дождались коня, а не спустились. Но все остальные поднялись. Банарь поднялся. Витя Афанасьев, о котором я вам говорил, два классных альпинистов, супер альпинистов, они поднялись. А коляшники, самое главное, поднялись? Нет. Коляшники на зиму и на пьете Ленина не было. Об этом даже не могло быть речи. Это речь шла только о сопровождающей команде. Они могли или не могли. И можно было им разрешить или не разрешить. Понятно. И можно было не разрешить, потому что можно было пожалеть. Потому что это слишком опасно. Ну, вот это вопрос такой. У меня не было никаких сомнений. Вот клянусь вам, Сергей. Я понимаю. Нет, здесь на самом деле в этот момент уже Матвей взрослый человек, который уже, в общем-то, он может спросить совета скорее. Решать будет сам. Решать скорее будет. Но нет, именно вопрос. На самом деле, у меня достаточно часто спрашивают ближние. Много есть людей, которые не до конца понимают, зачем люди так сильно рискуют своей жизнью в таких путешествиях. И втягивают других. И, соответственно, я как бы усиливаю эту ситуацию. Да, риска нет большого. На пите Ленина в феврале риск очень большой. Да. Пересекая на Лежимберингов пролив, риск очень большой. Но когда дети путешествуют по Карелии, риск небольшой. Нет, но речь идет о том, что они... Абсолютно допустимый риск. Абсолютно допустимый риск. Безусловно. Дети в Крыму... Не, не в Крыму. На Азовском море ребенок тонет. Значит, действительно, вся Москва переживает. Я согласна. Там в двух метрах от родителей это может произойти. Нет, я уверен, что вы обеспечиваете в лагерях безопасность этих походов максимально, насколько это возможно. Нет, вопрос скорее именно в том, что вы человеку показали, вот водный туризм, это здорово. Он сходил в супербезопасный поход, вернулся. Ему понравилось, да, и он, да, он начинает заниматься водным туризмом, и там через несколько лет он идет, соответственно, уже будучи там чуть старше. У нас два года, значит, два года или три года пошла, значит, программа, которая называется... Сначала у нас были «Маленькие герои», а сейчас, значит, «Маленькие герои» и «Таинский остров». Это для детей от 8 до 12 лет. Здорово вообще. Они, значит, тоже, они там не путешествуют 7 дней, а у них они живут в домиках, они в палатках. Но у них выходы все-таки с ночевкой в лес обязательно есть. И вот по отзывам сотрудников ладеря, инструкторов, родителей, получается, что все-таки для того, чтобы привить любовь к путешествиям, может быть, самый хороший возраст, это вот как раз в России до 12. Вот на самом деле крайне любопытно это. Понимаете, потому что максимально, видимо, максимально проявляется какая-то вот любознательность, которая как раз удовлетворяется во время путешествия. И главное, что нет страха и нет вот этих вот мыслей каких-то там, что вот это... Нет, 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 нет. Насчет страха не надо. Ты опять поговоришь про страх. Нет нам никакого страха. Я спрашиваю. Я и говорю, что страха нет. Я же так и сказала. Ну, нет страха. Так я про это и говорю. Нет, мне вот знаете, что интересно, вот когда вот вы это все придумали... Страх – это вот вообще отдельная статья. Понятно, что отдельно, но согласитесь, важно все. С возрастом вы удивительно, кстати, действительно, это очень забавно. Но я на самом деле сейчас начинаю вспоминать. Ну, меня, например, действительно, вот как раз в возрасте около там 8 лет я там в Крыму оказался с родителями в каких-то первых походах, и это вот... Потом я долго-долго к этому не возвращался, на самом деле, вот, и вот когда уже, собственно, снова оказался в горах, уже будучи там студентом, там и сейчас, да, там как-то, вот, ну, а вот с тех пор, видимо, как-то это осталось. В душе. Очень-очень-очень-очень-очень-очень глубокая тяга к этому и очень-очень сильное желание идти сюда туда. Дмитрий Игоревич, а любой вообще ребенок, любой родитель может прийти и сказать, хочу вам своего ребенка отдать в лагерь? Или это какая-то все-таки, ну, как бы, так сказать, отбор какой-то проходит? Как вообще? Ну, как, ну, только вот медицинские показатели и... А так любой человек может прийти. Желание родителей, конечно. Сейчас у нас новая площадка вот в Краснодаре. Мы... У нас было большое приключение в Карелии, большое приключение в Крыму. Ну, вот в этом году, в марте, мы... Нам пришлось от всех поездок в Крым отказаться, по понятным причинам. Ну, да, да, уж, это точно. В марте. Вот. У нас должны были 22 марта на весенние каникулы ехать ребята в Крым. Ну, и где-то, в общем, в первых числах марта, поскольку никто не хотел ехать в Крым в марте месяце, еще было неизвестно, что будет дальше. Значит, мы стали искать, куда же нам отправить детей вместо Крыма. И нашли, значит, площадку в Краснодарском крае, не на море, не в каких-то там, значит, Игубамских ущельях самых знаменитых, а там вот такие предгорья Северного Кавказа, высота тысячи метров, совершенно потрясающая природа, альпийские луга, скальные выходы, значит, чистейшая вода, какой-то, понимаете, удивительный оазис. Как он вообще там оказался, вообще, я не могу понять, потому что у меня всегда казалось, что Краснодарский край все такое очень населенное пространство. Вот. Ну, и вот сейчас у нас в Краснодаре очень хорошая программа, когда завтра туда уезжают ребята, но там такая педагогическая программа. Дело в том, что вот наряду с нашим клубом «Приключения», это благотворительная организация, фонд, благотворительно-оздоровительный фонд «Клуб приключений», уже 25 лет он существует. Значит, есть еще организация, по-моему, Москва может вполне гордиться, организация, среди которой называется «Лаборатория путешествий». Это Центр дополнительного образования детей при департаменте образования. Ну, это здорово, это просто гениально. Центр дополнительного образования детей, лаборатория путешествий. Как это работает? Причем она осталась городского подчинения. Сейчас все учреждения дополнительного образования, они перешли вот в окружные управления образования. Почти все. Осталось вот, по-моему, два или три. В том числе вот эта вот лаборатория путешествий, которую возглавляет как раз Матвей Шпарова, директор. Ну, раз он директор образовательного учреждения, учреждения дополнительного образования, то вот эти вот программы в Краснодаре и поездки его детей в Карелию, и поездки там на какие-то более близкие площадки, например, вот площадка, связанная как раз со страхом, с кромешным страхом. Это вот площадка наших высотных тренажёров в Рузе, вот сюда, когда ребята путешествуют, в это путешествие внедряется какая-то хорошая педагогическая программа. Программа в Краснодаре – это программа выявления лидерских качеств, выявления и привития лидерских качеств. Да, здорово, хорошая программа. Дети всё-таки там не в условиях школы, а в условиях вот такого достаточно трудного похода, когда всем им приходится преодолевать какие-то свои личные трудности. У нас вот в Карелии всё-таки много воды, велосипеды, а в Краснодаре у нас воды пока не получается, там только пешие походы. Вот домики пока там не построили, значит, так или иначе там приходится людям идти в поход. Они все там натирают ноги бедненькие, то есть, понимаешь, какие-то страдания. Но дело в том, что оказывается, что на самом деле вот страдания детей в походе, если они это воспринимают нормально, если они, в общем, как бы вот делают это как бы охотно. А ведь по-разному бывает, наверное. По-разному бывает, да. По-разному, конечно. Но когда идёт команда, которая друг другу помогает, и есть опытный руководитель, который является всё-таки отчасти психологом, то всегда можно вот некое нежелание обратить в желание. Сергей, мне кажется, что если бы вам удавалось с детьми работать или нет, дети понимают, что в условиях похода это не пластилин, понимаете, можно из него сделать из этого ребёнка вот то, что как бы вот более подходящее для данной ситуации. Вот он обособлен, он как волчонок, он не хочет ни с тем контактировать, но довольно легко вовлечь его в общую работу и из волчонка превратить в самого лучшего товарища, который будет оказывать в конце похода, когда все вот так уже ушли с трудностей, помощь своему товарищу. И вот понимаете, может быть, это некое искусство, но оно не очень сложное, не очень сложное. У нас хорошие инструкторы. Мы, Сергей, вот вы профессионал, значит, мы уже 8 лет каждую весну проводим две школы инструкторов. И идут в наши лагеря «Большое приключение в Крыму», «Большое приключение в Краснодарском крае», на будущий год «Большое приключение в Крыму» те ребята, которые являются профессиональными инструкторами. И это, вот понимаете, это не только количество их четвёрок, пятёрок, там, руководства трудными походами, и не только. Они должны пройти вот эту нашу школу. А, кстати, вот интересный вопрос. Борьба за качество происходит всё время, когда мы работаем с инструкторами. А что вас заставило сделать отдельную школу инструкторов? Ведь существует же и в Федерации, наверное, и спортивного туризма, и точно в Федерации альпинизма есть там всякие школы инструкторов. Что нас заставило? Мы готовим инструкторов для нашего лагеря «Большое приключение в Карелии». Мы хотим, чтобы там работа с детьми происходила на очень высоком уровне. То есть, вам кажется, что всё-таки уровень инструкторов, которые выпускают недостаточно? У нас нет карельских инструкторов, потому что, к сожалению, не в обиду Карелии будет сказано, в Карелии очень много коммерческих фирм, и, видимо, в карельских коммерческих фирмах инструктора получают больше денег, чем у нас. У нас почти в Карелии не работают инструктора из Москвы, за редким исключением. У нас довольно много ребят из самых разных российских регионов, которые приезжают на эту школу инструкторов, которым всё там нравится, которые сильно зажигаются, которые понимают, что они за лето могут, на самом деле, очень прилично заработать. А когда они проходят в Карелии, то это у них как бы третья фаза обучения. Теоретический семинар в марте, практический семинар в конце апреля на большой воде, и потом вот практика, практическая работа со сдачей экзамена в Карелии. И они становятся хорошими инструкторами. А потом мы им поощряем их. И сейчас вот они вернулись из совершенно классной пятёрки водной из Тиргизии. Вот ты мне сказал, что ты вернулся из Тиргизии из технического восхождения, а ребята наши инструктора, один человек, вернулись из Тиргизии, они там проходили какую-то безумную веку. И мы их поход, клуб, отчасти финансируем. После того, как они сдадут себе свой отчёт, они там заявляются на первенство России и так далее. То есть, мне интересно, как вы взаимодействуете со спортивными федерациями, с федерациями спортивного туризма, альпинизма, я уж не знаю. Очень хорошо. Ну, замечательно. Альпинизма у нас нет. У нас всё-таки спортивный туризм. Ну, это тоже там отдельная история. Почему никак люди, которые любят ходить в горы, не могут между собой договориться как-то... Ну, на самом деле, это вопрос. Да, очень такой непростой. Кстати, вот даже интересно. Вы как бы всё-таки как человек действительно из спортивного туризма всё-таки. Вот как вам кажется, почему люди до сих пор не могут прийти... Ну, понятно, да, что все любят горы. Да, там реально горники, которые ходят, ну, сложные туристические походы, ну, у них реально очень высокая альпинистская квалификация. Многие ребята, которые, как бы, занимаются, да, так сложилось, попали в альпинистский клуб, они, на самом деле, ну, периодически ходят там траверсы, условно говоря, которые, ну, и по продолжительности, и по сложности, ну, являются, по сути, там, ну, границы очень размытые, в общем-то. А реально федерации отличаются очень сильно, разряды там никак не конвертируются, и, то есть, человек там, который, будучи, там, не знаю, мастером спорта по горному туризму, ему вот, да, там, придя в альпинизм, ему там придётся, там, я не знаю... С нуля всё. Если ему это надо, естественно. Ну, никто этого не делает, наверное, но... Ну, конвертации нет, скажем так. Да, то есть, и федерации очень отдельные, и жизни отдельные, инструктора отдельные. Просто ваше мнение хочется услышать вообще. Мнение о чём? А вот, ну, в чём причина вот такого разобщения, да, две, как бы, очень большие группы, которые, ну, занимаются очень близкими вещами, реально, ну, вроде бы единомышленников, да, во многом. Но при этом совершенно разрозненные. Да, но при этом есть некоторая разрозненность такая заметная. И друг друга не принимают вот именно на внутреннем каком-то уровне. Почему? Ну, конечно, то есть, это идёт какой-то такой... Всегда, по-моему, так было. Да нет, ну, это, конечно, формальный некоторый, мне кажется, всё-таки момент, но... Ну, да, но альпинизм такой более элитный. В смысле? Что значит элитный? Немножко более элитное занятие, значит... Да я вот что-то, вот, ребят сейчас, там был, собственно, ученый чемпионат России, там, вот, ребят... Элитности не чувствуют? Вот элитность, как бы, нет. Вот парни из Иркутска, там, которые приезжают, они вот классные альпинисты, но... Насчёт элитности, да. Нормальные ребята, да? Прекрасные. Ну, отлично. Вот. Я затрудняюсь задеть на этот вопрос, не знаю. Можно я воспользуюсь возможностью и тогда свой задам? Дело в том, что меня вот поражает ваш... Вы просто действительно удивительный человек совершенно, потому что вы даже, наверное, наверняка не оцениваете степень благородства того, что делаете, потому что вы очень много готовы отдавать, вы очень много людей делаете счастливыми. Я не сомневаюсь, что масса родителей вам там, я не знаю, обожают вас и молятся на вас, потому что вы мало того, что делаете их детей счастливыми, вы ещё из них делаете людей, потому что вот я восхищена совершенно. И вот, понимаете, я очень хочу спросить. Я понимаю, что на самом деле альпинизм, вообще путешествия, да, очень сильно разделяет людей на два достаточно принципиальных лагеря. Вот именно волков-одиночек, таких вот волков-одиночек, будем говорить, людей, которые зациклены на себе, на своих достижениях, на... Ну, такая самость у них очень такая вот, прямо она прёт, эта самость. Ну, это хорошее качество, я ни в коем случае не в качестве уплёка, но есть вот категория именно тех лидеров и организаторов совершенно другая, которые хотят собирать экспедиции, которые создают команды, которые... Это действительно очень тяжело. И вот интересно просто вот ваша... Вот вы сейчас даже про ребёнка сказали, что вы его... Он пришёл волчонком, а вы его сделали командным. То есть, может быть, этот момент просто связан с тем, кто и когда и куда попал, вот, действительно, потому что вам же много вот с одинокими волками, я думаю, вас много, судьба-то ведь сталкивала в путешествиях и вообще. Ну, мне кажется, что если человек одинокий волк... Ну, волк-одиночка, и не то, что он одинокий, он может вообще быть не одиноким. Ну, да. Такую вот самость в нём преобладает. По-моему, это нормально, пусть. Это дело характера. Мне по характеру никогда не... Я не мог себе представить, что я иду путешествию один. Просто я не могу себе представить. Не потому что я сам себя не могу обеспечить. Наверное, я смог бы себя обеспечить. Ну, просто некомфортно, мне не нравится это. Ну, вот. А есть люди, которые принципиально путешествуют в одиночку. Вот я знал великого японского путешественника Науми Уэмуру. Значит, мы дошли до Северного полюса в 79-м году, а он, значит, накануне, в 78-м году, дошёл тоже до Северного полюса, на собачьего пряжки. Один. Ну, вот. Ну, вот, он нравился путешествием одному. Более того, он конкурировал с Меснером за право подняться... Они же оба тогда придумали себе путешествие на Эверест в одиночку. И у них был вот между ними... Как раз Уэмуру успел раньше эту какую-то заявку там подать на то, что он пойдёт раньше. Меснер чуть с ума не сошёл вообще. Да, я потом вот переписывал с его вдовой, значит, он погиб всё-таки на как раз горе Макинле зимой. Ещё свой день рождения. Да-да-да, 12 февраля. Ну, мне не нравится ходить в одиночку не потому, что повышается вероятность погибнуть. В общем, мне кажется, что если человек продолжает в одиночку ходить, то он неминуемо погибнет. Другого варианта просто нет. Почему? Ну, мне так кажется, может, я ошибаюсь. Ну, Меснер же, слава богу, пока здравствует... Нет, более того, он стал ходить один именно потому, что слишком много погибало у него близких людей. Он же из чего вот это к нему пришёл в итоге, что лучше я буду отвечать за себя, чем вот, не дай бог... Ну да, это, кстати, такая мотивация. Вот Саша Максимини, есть очень такой белорусский альпинист очень хороший, у которого, когда погиб пятый напарник, он сказал, что больше он... А у Меснера сколько погибло? Дальше он будет ходить один. У него ещё и брат родной. И ходят невероятно сложные технические маршруты в одиночку. Ну, гигант. Значит, здорово. Ну, слава богу, у него пока... Да-да-да, хорошо бы, если бы я, конечно, в своём мнении ошибался. Но у меня тоже был близкий друг из университета, который тоже всегда ходил. И он тоже так же, как Науми Аймура, погиб. Ну, а, скажем, был француз, который тоже в одиночку шёл на собак, доктор такой Этьен. Ну, а потом он тоже дошёл до Северного полюса один на собачьего грязка, а потом на следующий год там собрал французских детей и отправился с ними к Северному магнитному полюсу. Ну, в общем, разные характеры, разные люди, разные задачи. Значит, я думаю, что вот эти вот ребята, профессионалы, альпинисты, о которых мы сейчас уже сказали про белорусского парня, про местного... Вот технарии, которые поднимаются, значит, без кислорода на вот эти немыслимые высоты, и которые без этого не могут жить, вот это люди, которые их и называют альпинистами. И это вот, когда я сказал про слово элита, наверное, я как-то думал как раз вот об этих совершенно удивительных людях, которых на самом деле на Земле сравнивать не с чем. Вот, и с ними нельзя сравнивать горных туристов, потому что горные туристы этого сделать не могут. Горные туристы – это другие туристы. Они могут очень многое, и, наверное, в самых разных альпинистских вариантах они вполне конкурируют с альпинистами, и, наверное, действительно странно, что одни не другие, а эти не эти. Но, тем не менее, вот, когда мы говорим про Месслера, или когда мы говорим про того человека из Белоруссии, которого вы сейчас назвали... Александр Мусловин, да. ...или вот они все-таки альпинисты с большой буквы. У меня вопрос такой, знаете, я знаю, что у вас... Вы очень любите путешественника Кука, и вот считаете, что он пережил в свое время большую несправедливость, что с ним вот поступили нечестно. Я думаю, что вот тем людям, которые любят мир путешествий, интересуются, им было бы очень интересно узнать эту историю. Белори Кук? Да, потому что я так понимаю, что для вас это прям задело вас за самое живое. Да, хорошо. Уже у нас время уже окончается, поэтому... Заканчивается, но мы не можем эту историю... Блин, да, вот такая вот, видите... Я не могу не услышать эту историю. Честно и нечестно. Значит, надо мне чуть-чуть сказать всем нашим слушателям про Кука. Значит, Фредерик Альберт Кук, значит, доктор медицины, значит, человек, который первый дошел до Северного полюса. Поэтому вот ко мне имеет очень большое отношение. Значит, я считаю Фредерик Кук величайшим путешественником всех времен и народов. Но он близ к среде и для вас тоже, потому что он был первым человеком, который в 1906 году, за два года до покорения Северного полюса, на Северного полюса пришел, 21 апреля 1908 года. А 16 сентября 1906 года он первый человек, который поднялся на Матиноле. Был вместе с своим напарником, этим Эдвардом Баррелом. Ну вот, но когда он, бедняга, вернулся на землю, то он вернулся на землю не на положенные там 40 дней, а вернулся через целый год. Потому что ему так не повезло, что ему пришлось еще на земле, в Канаде, прозимовать. И потом едва-едва волоча ноги, абсолютно обессиленные, уже без всяких собак, без всякого продовольствия, они вышли на Эстимосский северный поселок. Он и его два напарника Эстимосса. И Европа, мир, узнали его путешествие к Северному полюсу, которое было в 1908 году, только в сентябре 1909 года, через год. Вот, а в апреле 1909 года, в апреле 1909 года, до Северного полюсу дошел Роберт Пири, Надежда Америки, человек, который пользовался поддержкой власти, элиты, богатых людей, который был в каком-то смысле знаменем Америки. Не какой-то провинциальный врач-одиночка, а вот человек, которого послала на судне, которое называлось Рузвельт, а Рузвельт был действующим президентом Америки, так вот, на судне Рузвельт, почти от борта Рузвельта, Пири дошел до Северного полюса, и он вернулся после Кука на пять дней позже. И Кук объявил это о том, что он дошел до Северного полюса в 1908 году, а Пири объявил о том, что он дошел до Северного полюса в 1909 году. Но Пири тут же объявил о том, что, не верьте, Кук – он жулик. И прошло сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, и вся Америка стала считать Кука жуликом. Если бы Кук не был таким сильным человеком, я думаю, что он должен был покончить с собой, потому что жить было совершенно немыслимо. Значит, у него отняли не только победу над Северным полюсом, но у него отняли победу и над Матинли тоже. Барила, который с ним поднялся вместе, чистой воды подкупили. По нынешним временам он получил, я думаю, может быть, 500 тысяч долларов. По нынешним временам огромную совершенно сумму. Он написал, держа руку, значит, на Иванделе, о том, что они до Матинли не дошли. Было опубликовано, значит, в американских газетах. Таким образом, значит, Куга обложили со всех сторон. Но, значит, года четыре он сопротивлялся. Потом он как на все это махнул рукой. Стал заниматься нефтяным бизнесом в Техасе. Но он был, конечно, человек гениальный, увлекающийся. И враги у него были крайне могущественные. И когда он дошел в своем бизнесе до определенного уровня, то ему предъявили довольно жестокое обвинение. Ему и еще там, может быть, сотне бизнесменов. И всех их, значит, судили за использование в рекламных сценах федеральной почты. Все получили либо условно, либо по одному году. Куку дали, значит, четырнадцать с половиной лет и посадили в тюрьму федеральную. Ну вот, такая история. А как все-таки правду удалось восстановить? И его честно имели, так и не восстановить. Значит, вот я этим занимаюсь в течение этой всей истории. Занимаюсь уже много. У меня дома, значит, слушали волосальный архив. Все эти вот американские первоисточники. Значит, я написал большущую книгу. Но потом решил разбить ее на три части. И сейчас вот у меня книга полностью закончена. О том, как мы реабилитируем вот этого великого американца. И возвращаем ему первое, что можно вернуть, это его победу на Макинле. Значит, я с привлечением архивных материалов доказываю, что Кук был все-таки на Макинле. Но кроме архивных материалов мы сделали то, что не сделал никто другой. Мы организовали две альпинистские экспедиции в 2005 году и в 2006 году, где ребята двое, так же как Кук и Барил, точно прошли по маршруту Кука. По тому маршруту, который был объявлен невозможным. Значит, вот есть корифеи Аляски, есть такой Брэлфорд-Вошборн, которого знают вообще все, кто интересуется альпинистом на Аляске. Значит, вот он утверждает, что маршрут, по которому шел Кук, это маршрут просто невозможный. Что если бы Кук лучше соображал, то он никогда бы не сказал, что он прошел по этому маршруту. Потому что по этому маршруту пройти нельзя. Вот что говорит великий фотограф и великий альпинист по Аляске мистер Вошборн. Ну, кстати, вот покойный. Несколько лет назад он умер. Значит, наши ребята прошли точно по маршруту Кука. Точно. При этом после их путешествия стало ясно до одного метра, как он шел и как понимать те его отчеты, которые были написаны. Ну, вот теперь моя задача – это сделать на русском языке внятно. Это какие-то первые варианты уже этого всего появились. Но сейчас будет отдельная книга. И, конечно, мне очень хочется сразу сделать ее на английском языке. Потому что, конечно, главным образом она адресована американцам. Потому что американцы должны почувствовать, как они обидели этого человека великого, как они им должны гордиться. Ну, и думаю, что вообще эта история, как вот из небытия возвращают героя, она вообще-то хороша не только для Америки, но и для всех стран. Вы знаете, я поражаюсь, что вот сейчас, когда такое неприятное конфликтное время вообще происходит, в котором мы сейчас в данный момент живем, что все-таки мир путешествий, он вне вот этого. Что все-таки мир впечатлений чистый в этом смысле. Что все-таки не имеет значения никакие политические моменты, когда речь идет о близком деле и о людях близких по духу. Тут нет ни стран, ни национальности, ни розни. Я вот просто на этой удивительной совершенно ноте хочу, к сожалению, вынужден закончить. Да, 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 уже мы долго разговариваем. Ну, а с вами как? По-другому-то. Хорошо. Вынужден завершить наш сегодняшний эфир. Еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня был легендарный путешественник Дмитрий Шпаро, мой сегодняшний приглашенный соведущий Сергей Шпиц, тоже молодой альпинист, который, можно сказать, вступил на такой вот интересный путь. Я думаю, что мы еще и не раз, надеюсь, по крайней мере, на это, с удовольствием увидимся в этой студии. Огромное вам спасибо, что вы нашли время. На самом деле, очень ждем также в студии вашего сына Матвея, который обещал тоже к нам прийти. Будем обязательно продолжать тему вашего клуба, потому что то, что вы делаете, здорово. И вообще побольше вот таких действительно идейных людей, которые живут не ради какой-то сиюминутной вещи, а ради того, чтобы нести что-то. Если Матвея Лена пригласит, вот снова приходите, потому что такая получится преемственность хорошая, и вам с Матвеем будет гораздо интереснее разговора, чем со мной. Мне интересно разговаривать. Знаете, я думаю, одно другого совершенно никак не умаляет. Конкуренция, да, наверное, ни к чему. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами, вы чувствуете, что разговор не закончен. Надеюсь, что очень скоро мы услышимся с вами снова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!